Обнаруживается психическое расстройство в форме психопатии шизоидного типа, шизоидное расстройство личности. В зале Ленинского суда сегодня только одна сторона – потерпевшая. Родные и друзья погибшей Екатерины Коптеловой. На скамье подсудимых Евгений Вербицкий. Осенью студент жестоко расправился с 18-летней девушкой. Вот только слышали, зарезали ее. Сильно-сильно ее поранили, но его нашли. Вот только я и слышала. Преступление он совершил в одном из домов, что на Вишневой. Очевидцы обнаружили в подъезде тело погибшей. Оно было изрезано. С девушкой парень был знаком, жили в соседних подъездах. Студент два месяца требовал с нее долг. Мразь, верни деньги, две тысячи. 137 на живых. Столько ударов насчитали следователи. Ранение в голову и шею, живот и руки. Убив девушку, Евгений скрылся, а затем вернулся. И вновь схватился за нож. Думал, она еще жива. После этого молодой человек отправился к полицейским сдаваться. Она стала динамить. Я за ней бегал, уговаривал. Потом стал угрожать. У меня была цель именно убить. Нож где? От почты недалеко. Ну, обычно они такие. Чикатило или как его тоже такой же был. Обычно, может быть, не знаю, что с головой у него случилось. Но порезало жестоко. Он весь сам был в крови. Кровь я щекла. В подъезде там все в крови. Эта девушка была симпатична в какой-то степени. И 2300 рублей – это был как повод обратить на себя внимание и в последующем переписываться с ней. Она его игнорировала. И он хотел, чтобы она с ним общалась, продолжала общение. Он об этом нам пояснил в судебном свидании. Говорит, что, в принципе, эти 2300 рублей для него не были такие огромные деньги. И это был повод обратить на себя внимание. Есть и другая версия самого студента. Он уверял, что девушка подсадила его на наркотики. Якобы они вместе с ней их употребляли. Затем начала угрожать. Что всем об этом расскажет? Она шантажировала. Действительно, моего подзащитного в том, что она сообщит в ВОЗ по месту его обучения. Если он не будет с ней продолжать употреблять наркотические средства, не будет помогать ей перечислять денежные средства барыги, в данном случае он испугался этих угроз с его стороны. И это явилось фактическим мотивом совершения преступления. 9,5 лет столько несостоявшийся юрист проведет за решеткой. Судья назначила колонию строгого режима. Нож служитель Фемиды попросил уничтожить. А вот одежду, в которой студент убивал девушку, вернуть ему. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24.